В соответствии с поручением президента Российской Федерации во всех регионах страны до 1 декабря текущего года, должны заработать Центры управления регионами. Такой центр создан и в Ненецком автономном округе, и уже работает в тестовом режиме. Центр управления регионом – это аналитическая площадка, управленческая площадка, на которой аккумулируется вся информация о настроениях населения, о том, что беспокоит людей, обращения граждан, публикации в социальных сетях. Это масса информации, которая касается насущных нужд каждого гражданина, и которая, соответственно, попадает в нужные органы власти, которые реагируют на эти обращения, реагируют на эти проблемы, принимают решения. То есть это вот такая вот электронная, цифровая модель, можно сказать, даже окружной административной. Региональные центры управления на местах создаются в партнерстве с Российской автономной некоммерческой организацией «Диалог». Перед официальным открытием ЦУРа в Ниньском округе представители этой организации побывали в Наринмаре и встретились с губернатором региона. Участие в рабочей встрече приняли также заместитель губернатора по профильному направлению и руководитель окружного центра управления регионом. Работа выстроена следующим образом. Из открытых источников при помощи информационных систем мы собираем насущные проблемы, жалобы, предложения жителей округа, которые обрабатываются модераторами, оперативно поступают в профильные ведомства и отрабатываются. Все это происходит в экстремально короткие сроки. Например, последнее рейтингование за последние две недели показало, что у нас среднее время ответа, которое получает житель от органов власти в социальных сетях, составляет всего два с половиной часа. Работая в тестовом режиме, сотрудники центра в октябре и ноябре в тесном сотрудничестве с органами власти обработали 1200 сообщений жителей из открытых источников. Также сообщения поступают на портал «Народный контроль». Это наша региональная информационная система. И также для жителей округа теперь в госуслугах доступна платформа обратной связи, где точно так же жители могут сообщить о какой-либо проблеме. И вот у нас в ноябре поступили первые 20 сообщений через портал «Госуслуг», которые точно так же оперативно отрабатываются органами власти и муниципальными образованиями. Центр управления региона представляет собой единый проектный офис по сбору, обработке, анализу и реагированию на запросы жителей, поступающие через разные источники, официальные порталы, социальные сети, сайты. Обращения делят по блокам здравоохранения, образования, ЖКХ, со защитой ТКО, энергетика, дороги и транспорт. Если сравнить округ с человеком, то мы по сути снимаем все параметры состояния здоровья человека. Температуру, давление, частоту сердечных сокращений. И по всем этим параметрам уже реагируем. Если вдруг какой-то параметр изменяется, то мы очень оперативно реагируем. И самое главное, что за работой ЦУРа стоят люди. То есть, может быть, вот когда объясняли мои коллеги, и ссылались на поручение президента, да, это было поручение президента, и мы это поручение выполнили. Но самое главное, что эта система будет работать в интересах людей. Поступающие в ЦУР сообщения направляются исполнителям для отработки. Параллельно ведется анализ запросов населения и выявления точек напряженности. На основании собранной информации создается тепловая карта региона. Все запросы жителей, все чаяния, все проблемы закрывались как можно быстрее. То есть, чтобы округ был здоровым. Чтобы, если возникала какая-то острая болевая точка, чтобы она снималась максимально быстро. О том, что цифровые центры управления необходимо создать во всех регионах, Владимир Путин говорил еще в январе на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Правительству совместно с главами регионов при участии автономной некоммерческой организации «Диалог» поручено до 1 декабря 2020 года обеспечить создание и функционирование в субъектах Российской Федерации центров управления регионами и представить предложение по созданию и функционированию аналогичных центров в муниципальных образованиях, предусмотрев в том числе разработку использования единой цифровой платформы, располагающей механизмом обратной связи. Любовь Пермяков, Вадим Стасюк, телеканал «Север».